Музей биндерской трагедии. С открытия прошло меньше недели. Посетителей есть. Биндерчане, гости города, много детей. Экскурсии в музее проводят постоянно. Экскурсии нон-стоп. Такого и не ожидали, говорят сотрудники музея. День открытия вообще стал аншлагом. На вопрос, сколько людей пришли 19 июня, ответить не могут. Говорят, сбились со счета. Конечно же, людей было очень много, и особенно на открытии, и весь день люди шли. Вот сейчас мы тоже с вами пользуемся моментом, пока нет экскурсии, потому что записываются постоянно. И сегодня экскурсии, и завтра экскурсии. Фактически сейчас у сотрудников передышки нет, чтобы немножко расслабиться после окончания работ. Работа кипит, и я думаю, что она еще долго будет такой бурной. Школьники пока еще не так часто приходят, потому что все-таки каникулы сейчас, да. Но детские суды приходят, как ни странно. Разные ведомства обращаются за проведением экскурсий. Завтра к нам на экскурсию писались представители миротворческих сил. То есть абсолютно разные люди. И к школьнике, конечно, это будет уже значительная часть посетителей, но уже с начала нового учебного года. Неудивительно, а в обновленном музее много нового. Фотографии, документы, оружие, личные вещи. Например, камера телеоператора Валерия Воздвиженского. Ее передали в музей накануне открытия. Появилось больше интерактивных элементов. Посетители оценили. У нас впервые в Пренистровье в музейном деле опробована сенсорная панель. Здесь представлены фотографии, видеоролики, книга памяти. Конечно, еще здесь есть к чему стремиться, куда развиваться. Все это будет дополняться, модифицироваться. Первый шаг сделан. Посетители обращают на это внимание, подходят, особенно дети этим интересуются. Остаться здесь равнодушными сложно. Как выглядели бендеры в 92-м и то, что трогает всех посетителей. Детские игрушки из разрушенных домов и детсадов. Есть здесь и штаб рабочего комитета. Все, как было в 90-е. Ну и главный экспонат, флаг, который развивался над горосполкомом все 40 дней битвы за бендеры. Музей трагедии открыт для всех и экскурсий здесь готовы проводить еще больше.